Праздник под эгидой ООН проходит по деловому, без музыки и излишнего блеска. Шесть сотен делегатов из 40 стран обсуждают серьезные вопросы. Они впервые приехали в Россию, чтобы решить, какой будет жизнь мегаполисов в будущем. Главный лозунг организации ООН Хабитат действует, несмотря на трудности. Даже глобальное потепление можно использовать для глобального отопления планеты и городов. У нас удивительная возможность. Еще не построены 70% зданий, которые будут существовать в 2050 году. А значит, мы можем возводить их по принципиально новым зеленым технологиям. Сады на крышах, солнечные батареи, зеленая энергия, зеленый транспорт. Мы верим, что все проблемы можно превратить в возможности. Для Свердловской области этот опыт может быть особенно полезен. Наш регион один из лидеров страны по жилищному строительству. И что важно, отмечает губернатор Евгений Куйвышев, города меняются с учетом мнений жителей. В уральской столице это серьезная сила. Уже через 10 лет количество екатеринбуржцев вполне может достичь 2 миллионов. Мегаполисам впору конкурировать за человеческий капитал. Впервые в этом году в России разработают индекс качества городской среды. Комфортность жизни оценят по 36 показателям. А именно, приоритет пешеходной доступности, возможность разнообразного досуга, минимизация временных затрат на дорогу до работы, разнообразие типов пространств в парке, сквере, набережной. Еще один совершенно новый для России индекс – это измерение IQ городов. Насколько их удалось сделать умными и цифровыми. В перерыве между заседаниями зарубежных мэров и гостей из ООН отвели на выставку высотного и уникального строительства. Среди экспонатов десятки уральских ноу-хау. От интеллектуальных светофоров, которые реагируют на аварию и измеряют пешеходный трафик, до скамеек с Wi-Fi и фонарных столбов, где, собственно, освещение самая простая из функций. Ну вот одна из цифровых технологий, которая будет внедрена уже в следующем году в Полевском – умная опора. Здесь, смотрите, есть и датчики драки. Выводится на камеру все, что происходит рядом со столбом. И даже если что-то произойдет, и нужно срочно вызвать полицию, достаточно нажать на эту кнопку, и фонарь зажжется красным светом. Интеллект всех российских городов с населением свыше 100 тысяч человек проверят уже в 2020 году. И на основании данных составят рейтинг IQ. Интересно будет сравнить уровень их цифровизации и с зарубежными мегаполисами. По сути, именно в этом и заключается миссия Дня городов – совместный мозговой штурм и обмен идеями. Мы не боимся, не боимся учиться. Мы с удовольствием воспринимаем тот опыт, который реализуется в других городах и странах. Ну и, конечно же, для нас очень важное общение, обмен информацией. И рассмотрение и применение лучших практик, мировых практик на территории Свердловского области. Посмотреть, как изменится Екатеринбург, гостей из ООН пригласили через три года. Когда к универсиаде 2023 совсем неподалеку от Экспо построят спортивную деревню. А вместе с ней новые дороги, развязки, спортивные и медицинские объекты. Все это непосредственно влияет на уровень IQ уральской столицы. Елена Гордиенко, Олег Кузнецов. Главные новости Екатеринбурга.